Привет тебе, мой дорогой друг, и сегодня мы с тобой будем пробовать один интересный опыт, который, возможно, пригодится в будущем, как мне, так и вам. Я вам желаю приятного просмотра, обязательно прокомментируйте, и давайте приступим. Для всего этого мне в первую очередь потребуется вот такое вот льняное масло. Это натуральное масло, и оно уже получается у нас оксидированное, то есть по факту это что-то типа уже оливы, но это натуральное масло без добавления растворителей. Нам нужно налить некоторое количество масла в емкость. Для дальнейшего опыта у меня есть вот такие вот три штуки. Это вот такой вот болт с гайкой, абсолютно новые, возможно, оцинкованные, но, скорее всего, это китайский цинк, сами знаете, что это такое. И вот такой вот кусочек проката, полированного, скорее всего, это сталь, какой марки, я не знаю, но это прокат, вы видите, но вот такой вот полированный. И сейчас мы будем пробовать это воронить. Воронить будем при помощи нагревания, естественно, льняного масла. Это, наверное, самый лучший и единственный такой способ, максимально простой, который можно применить в домашних условиях. Для чего это делать, в первую очередь? Для защиты. То есть сверху на металле у нас появляется оксидная пленка, именно непосредственно масло, то есть масло не должно не сгореть, а именно окислиться на металле. То есть металл окисляется непосредственно с маслом. То есть вот такая вот схема. Возможно, что-то неправильно сказал, вы можете поправить меня в комментариях. Ну и давайте приступим. В первую очередь нам нужно нагреть каждую деталь по отдельности. И нагревать ее нужно тоже более-менее строго в соответствии с цветами побежалости. Примерно, я точно не могу сказать, но это от синего, от светло-синего до свечения. Светиться не должно. То есть до красна мы не должны нагреть металл. Это примерно где-то 350-400 градусов, ну чуть ниже 400. Точно сказать не получится. Ну, будем смотреть. Ну, я думаю, можно приступать. Начнем с самого простого. Это вот такая вот у нас гайка. И будем нагревать ее с помощью горелки. Гайка начала светиться. Это уже даже может быть плохо. Приступим. Первый, так сказать, вариант готов. Достаем. Как видно, что она стала серой. Дадим аптече и не будем масла абсолютно никак убирать с нее. И займемся сейчас остальными деталями. Это непосредственно сам болт у нас вот такой вот. И прокатико кусок. И опускаем снова масло. Вынимаем и также оставляем обтекать в другом месте. То же самое проделываем теперь и с кусочком проката. Начало появляться небольшое свечение. Опускаем. Какой точно металл, это я, естественно, сказать не могу. Но он был полированный. Поэтому вот такая вот ерунда. Нагреть его было довольно трудно на самом деле. И получится ли на него, в принципе, нанести вот такой вот налет, да, воронение. Посмотрим. Здесь на самом деле нужно соблюсти одно из главных вещей. Это температуру. Примерно, да, примерно. Примерно, естественно, как бы от 300 до 400, хотел сказать, километров в час, градусов по Цельсию. Оставим пока. Посмотрим. Спустя какое-то время стечет масло. И посмотрим, что это будет. Вот такой вот спустя час получается у нас. Явно, что болт нужно повторять. Ибо он, видимо, все-таки цинковая оболочка сверху обгорела. И он стал таким сероватеньким. Ну, как бы в инструкциях тоже сказано, что 2-3 раза повторять нужно. А вот с гайкой намного лучше. Она получилась все равно более темная. И вот так интересно выглядит. Ну, с прокатом, понятное дело, я не знаю, что это был за металл. И вот он прям почернел так хорошенько. Вот эта часть, возможно, оцинкованная тоже. Более хорошим методом, либо полированная. Здесь немного лучше все. Так же с этой стороны. Ну, привет еще раз, мой дорогой друг. И мы возвращаемся спустя сутки к нашим деталям. Масло уже подвысохло. Болт, конечно, не стал таким прям уж черным. Но он приобрел такой темно-серый оттенок. Гайка немного темнее. Но все это выглядит очень-очень интересно и прикольно. Будем надеяться, что защита данная будет очень неплохой. И в целом, как бы, держаться будет гораздо лучше, чем китайский цинк. Ну, замерять это бессмысленно. Может быть, конечно, есть какой-то смысл просто положить в лоточек с водой, там, на пару дней посмотреть. Будет окисляться, не будет. Вот. Ну, и так же, вот, данный кусочек проката, он почернел с двух сторон. С этой стороны появился просто нагар, когда при нагревании вторичным. А с этой стороны он просто уже именно заворонился. В целом, идея очень прикольная, интересная. И в следующий раз я хочу попробовать сделать нож и заворонить его лезвие, чтобы оно не ржавело, потому что, ну, металла нержавейки у меня нет. А сделать нож, допустим, там, из старого полотна какого-то пилы, пилы, там, то это будет тоже интересно, но оно ржавеет, поэтому можно вот заворонить. Спасибо большое, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте свои пальцы вверх. И пока-пока.